Чем вот отличаются, повторю, актеры от обычных людей, от вас? Я-то уже это понимаю, я это уже включаю. Что они включают наблюдательность и внимательность. А по Станиславскому, который лет 100 назад сказал, что главный источник добычи любого творческого материала, а у вас он как раз сейчас отсутствует, вы говорите, я не знаю, о чем говорить, я ничего не помню, ни на что внимания не обращал. Но главный источник добычи, инструментарий добычи этого творческого материала, как раз и заключается в том, чтобы включить свою внимательность за всем происходящим вокруг вас. Вот все, что вокруг вас происходит, просто надо как зеркало. Зеркало в себя все вмещает, но ничто в себе не удерживает. Ну такая философская мысль. Но она каждый нюанс видит, каждое развитие ситуации, развитие любой ситуации. Но она особо не напрягается, она плоская, она все вмещает в себя и отражает сразу же. По большому счету, вы как человек, чтобы обогатить себя чем-то, ну актерам это нужно, им нужно играть, им нужно играть перед зрителями, перед камерами, говорить что-нибудь на радио постоянно. Поэтому они такие якобы начитанные, но ничего подобного у них. Просто хорошая наблюдательность, внимательность, чуткость, они все слышат, все запоминают. У них даже, они друг другу пересказывают такую вещь, как если, допустим, вы даже присутствуете на похоронах, неважно чьих, смотрите, как другие плачут, слушайте свои чувства, запоминайте их. Потому что когда на сцене вам нужно будет играть, там, родственника, у которого кто-то умер, на сцене перед другими людьми, откуда вы возьмете эти эмоции? Да вот, вы же их видели. Вы же помните, как это выглядит, вы же помните, как люди там плакали, как они рыдали, как они обнимались, какое у них выражение лица было. Просто сыграйте это все. Ну просто тупо под копирку попробуйте это сделать. Вот этим занимаются актеры. Это то, чего не хватает у обычных людей, то, чему не учат обычная школа, обычный институт. Потом все говорят, где мне брать столько информации, о чем мне говорить? Ты наблюдаешь с утра до вечера, как люди выглядят, какая погода, какая ситуация произошла интересная. Подмечай все. Вот вы уже наверняка видели большое количество выпусков, там, комедий-клаба и так далее, КВН. Тупо просто сидят и наблюдают, что происходит в жизни, что происходит в реальной жизни, и просто это трансформирует в шутки. Иначе откуда это брать? На Марс смотреть, там ничего не происходит. И вот когда я вопрос задал, расскажите мне хоть что-нибудь. Я могу рассказать про сегодняшний день очень много историй. Как у меня вот в доме лифт новый поставили, я сегодня на нем прокатился. Но у меня возникла мысль, а вдруг он застрянет? Я первый раз же на нем катаюсь. Я когда зашел, нажал кнопку, двери закрылись, я увидел, что надпись называется «Аварийное освещение». Я немножко напрягся. Видите, я могу это уже в некий стори-теллинг превращать. Я могу вас уже веселить. Я просто еду и наблюдаю за всем, что вокруг меня происходит. Какая машина где там стояла сбоку, слева, справа. Когда я в машине вот сидел, какие ребята рядом со мной стояли. Как они были одеты. Как в отель, в новый отель приехала какая-то семья с номерами 198. Из Питера. Какие-то дела они приехали сюда делать. Просто вот наблюдательность. Да, вы скажете, я занятой человек, у меня есть работа, и мне это не нужно. Тогда рассказывайте про работу. Рассказывайте про то, чем вы занимаетесь. Но много ли вы там наблюдаете? Или вы заняты только ногтями? Или вы наблюдаете, как человек выглядит? Какие у него очки? Какое у него оправа? Какие у него часы? О чем вы с ним говорите? То есть, где ваш интерес кроется? Как вы функционируете? Как вы взаимодействуете с людьми вокруг вас? Опять же, в театре они такой фигней занимаются. Зашли в метро, смотрите на всех людей. И думайте про каждого. Ну, не обязательно про всех. Двух, трех, пятерых. Как человек одет, как он выглядит, насколько он уставший. И вот просто собирай все вот эти данные. Включай свою наблюдательность. Включай свое зрение, воображение. Сколько он зарабатывает, откуда и куда он едет. Что у него произошло в жизни. Вот такой фигней они занимаются. С утра до вечера, с утра до вечера. Чтобы потом можно было что-то обсудить. А вот эти капустники, которые они устраивают. Помните, еще по телевизору показывали. Сейчас в YouTube этого полно, когда они садятся за круглый стол. Пиво себе наливают, вино или воду. И рассказывают. А вот я когда-то пришел в театр. Это же чисто то, что у них было в жизни. Они просто делятся своей жизнью. И сейчас даже на первом канале, на втором канале. Они собираются с ведущими. Просто рассказывают, что было 10 лет назад, что было 20 лет назад. Как они с тем познакомились, как с этим. Просто обычные тупые посиделки. Народу это интересно, народу это весело.